Дорн 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 Ну, собственно, я, естественно, в этой партии болею, безусловно, за Меку, в принципе, как и в прошлый, как и в позапрошлый, вот, но по мне так все довольно типично, да, то, что там Тимпест, Инженер Хаммершторм, то есть, ну, на самом деле, по пику вообще ничего удивительного, то есть, на самом деле, просто очень хочется посмотреть, что пикнет команда Дорн, они только что играли вот как раз-таки игру, и у них интересная была пуш-стратегия совсем, то есть, такая, ну, действительно, они запушили именно вот от бога, так что, ну, вот, что касается игры, не знаю, мне вот очень интересно, чтобы посмотреть, что возьмет Дорн, как они будут играть эту игру, что они поставят на лайн, и как они их разместят, вот, то есть, снова ли будут соустой, вот, а сам, в принципе, первые стримы, ну, так, маленький мини-вводный курс был, когда первые Медвардсы появились, вот эти вот турниры, когда Медвардс сделали полноценным игровым режимом в ладере, ну, соответственно, тогда вот на первом туре я как раз впервые-то и комментировал эти игры, ну, довольно интересный был такой жизненный опыт, ну, и как-то так. Ну, уже игра без карри будет у Хеллборна. Ну, они, в принципе, в прошлую игру точно так же шли, абсолютно, вот, там был расчет именно до 30-й минуты, там была, в принципе, победа практически, потом они уже просто, ну, там, изо всех сил допушили. Стратегия снежного кома. Сноуболинг? Да, это когда давишь, начинаешь давить, 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 давить. Если разогнался в снежный шар, то выиграл, если не разогнался, то проиграл. Да, я уж начал предвкушать, что этого, какого-нибудь героя введут похожего. Ооо, нет. Цель авто. Не надо. Как в доте. Да, да, да. Не надо его, я ненавижу его. Ужасный совершенно, и, по-моему, самый дисбалансный пацан в истории человечества. Мне он почему-то напоминал старого Кракена почему-то, я не знаю почему. Чего? Ну, просто по неожиданности, знаешь, происходящего. Очень долго ребята думали, это Амун Ракли Мекки, лол. А, собственно, какая разница уже, то есть, насколько я знаю, призовых в квалификациях нет, то есть, ребята уже в Голд Дивизионе, можно сейчас как будто скримы играть, то есть, потренировать, что-нибудь. Ботри веселье. Ботри веселье. Ну, не веселье, я бы все-таки, так как игры все равно надо сыграть, попробовал бы что-нибудь. Не, ну разница как бы вообще-то в Сильвере только, да? Ну, да, в принципе. Хотя нет, разницы нету. Нету. Даже в Сильвере нету, но тогда можно было вам просто ролл 10 кинуть, у кого больше кто-то победил. В принципе, можно было, но я надеюсь, что, может быть, не исключено, что ребята нас порадуют хотя бы чем-нибудь, и те же игры... Не, скрим, как, что, если на игру уже собрались, и игру сыграть надо, то почему бы я как бы не проверить на прочность себя игры? Ну, тем более, это не рандом скрим, это все-таки хоть чего-то достойные оппоненты, да, поэтому... Ну, это оппоненты, с которыми ты там через две недели будешь в Голд Дивизионе играть, поэтому... Почему бы нет? Ну, я просто к тому, что команды, если там где-то что-то пойдет не так, то вряд ли будут сражаться до последнего, а просто задуматься. Ну, я вообще не ожидать, честно говоря, особой сейчас пыткости от Дорнов, то есть у них в прошлой игре вот возникла проблема, что вылетел за Боди, и вместо него уже встал на... Играл на Маракусе именно Хендрикс, который, собственно, всю игру-то и делал, минуты до пятнадцатой где-то, то есть только за счет его и замечательных инициаций Дорны неплохо так вначале выигрывали, вот Мид был полностью за ними. Ну, вот сейчас за Боди надо посмотреть, потому что первые четыре минуты он стоял просто совсем на пассиве, и реально вот пока не произошло этот РМК, было просто тягомотно. То есть, ну, я не уверен сейчас, что, может быть, Дорна себя так проедет. Даже он на меня немножко обижался, Боди, за то, что я вчера немножко его, может, подстегнул пару разочков, вернее, не лично его, лично его я, конечно, уважаю, тем более мой земляк, а скорее его скиллок, маленький. Вот, но, в общем-то, действительно, выступал он вчера не лучшим образом, хотя, на самом деле, на фейде по итогу показал очень неплохую игру. То есть, конечно, благодаря команде, благодаря каким-то ганкам, приходящим к нему на мидлайн, там вообще была смешная ситуация с трипл-мидом, там и всем таким, но по итогу выступил он хорошо, фрагов получил много, под его станы подставлялись ребята очень с желанием, вот, поэтому выступил он по итогу хорошо. Ну, как он покажет себя сейчас на фейде, тем более, мне кажется, что эта фейда будет изи-лайн, хотя нет, наверное, Пэблесу, да, наверное, профитнее. Ему нужней, да, ему, наверное, нужней. Ну, посмотрим, хотя в победу игры команды с Темпостом я, как всегда, верю немного больше. Ну, я вот тоже верил, пока 1.8 не увидел Темпеста в конце. Да, такое бывает. Ну, тут Темпост такой персонажик, которым, как ты понимаешь, первые две цифры не всегда решают, то есть он мог быть 1.8.45, понимаешь? Ну, это да, но там... Я так понимаю, что это был не он, да? Ну, можно и 0.8 быть всю игру, а потом один раз закрутить и выиграть. Да, ну, это такой герой. Там Темпест не крутил, там Темпеста крутили, ну уж без обид, но действительно... Вращению придавал, да? Да, вращению придавал, да, и ветров при этом ни у кого не было, все уже и так... Ну, там просто были именно небольшие вот такие вот фейлы с постановкой, кто где стоял, ну, на самом деле бы просто постоянно уже, ну, 6 или 7 раз подряд просто на Темпеста запрыгивали, ну, куда-то отбежал, куда-то отошел, где-то зазевался и все, уже этот момент упустил. И вот было несколько переломных случаев, когда удавалось, удавалось ребятам отдать, Дорнам именно дать отпор, но все равно Темпест потом не успел никак вытащить эту игру. Ну, я думаю, что Мурен будет достаточно качественным темпом, и он, я думаю, нам покажет нормальные результаты. В принципе, вот в мод Фениксе, как в инженере, мы тут определились с Блесом, что это топ-4 инженер. Нет, даже неправильно, топ-4 плюс, я бы дам, да, то есть топ-3 мы знаем, а он 4 и больше. Скорее вот так. Редженда, кстати, на самом деле очень неплохой фараон, в отличие от того же Мурфеникса, кстати, который фараоном, у него есть фирменный стиль. Например, фараон, например, запуск ульты в другую сторону. Вот эти всякие вещи. Ну, на самом деле, конечно, это все больше юмор, но я думаю, что ребят здесь справятся. Интересно посмотреть на Керещева Ра, конечно, с одной стороны, и здесь будет Мид Хаммершторм, и Соло Изи Лайн Ра, я предполагаю, да? Да, скорее всего, да. Состояние будет против Кипера, и, кстати, для Кипера, я думаю, это будет достаточно неприятная линия. Не знаю, Кипер Ра я редко, вообще, честно говоря, наверное, в играх, в которых стоит мод Локпик или Кэптэн Спик, да, я не видел, наверное, ни разу, поэтому тоже что-то интересненькое мы посмотрим обязательно. Ну, Ра бесспорно выигрывает Кипера. Там очень сложно все. Вообще, как-то... Леса вырубаются, миньоны вырубаются, да, один в поле стоит сиротливый кактус. Я, кстати, видел, как-то была борьба смешная тоже, когда команда какая-то, не помню какая, по-моему, даже что-то из интовых ребят, пришли всей толпой, и полностью вот этот лес, который на нижней линии слева отделяет лес, да, его полностью вырубили. Там был Перамальсер, Алуна, знаешь, там, типа, пару прошивочек, пару статчиков, и приходит Кипер стоять в свою линию, а леса нет. И он был так слегка удивлен. Это как прочищают Хеллборновские леса для легионера, знаете что же, да? Когда приходит вся команда и подчищает там все за ним. Ой, ура, будут проблемки. Ура, уже нет проблем. Ура! Даже не успел... Нет, кстати, успел красивый свой Метеор запустить. И для Зе Боди, кстати, вот видите, какой скилл проявил сейчас Фейда. Обратите внимание, скилловая Фейда-то фраг-то забрала. ФБ сделал мидер команды Хеллборна. То есть, хотя, кстати, даже не мидер. Что-то, ребята, по-моему, расходятся немного другим образом. Серьезно, Кипер и Пеблз... Уходи, Пеблз, уходи, не ломай мою психику. Кипер и Пеблз один из серьезнейших вообще мидллайнов. Такой достаточно, я бы сказал. Неправильно, на самом деле, делают. Дефенсивно-агрессивный дабл мидер. Вместо выигрывания одной линии, они гарантированно выиграют два. То есть, если линии так останутся. Типа, Изик, конечно же, Пеблз нафармит. И, по идее, харду свою, да, Перлаз, Фейду. Да, Мон-Ра против двух героев уже ничего не может. Он достаточно тонкий вначале. Ну, он им такой Ра, они ему такие тоже Тадана. Не, они с прокаста на третьем уровне фулового заберут. Да, и тем более он уже будет хп тратить все время, и это ему неприятно. Ну, или я смотрю, что не будет, он будет очень дефенсив. Ну, тогда как бы стой в бинокль, наблюдай. Как крипы твои погибают. Ай, не получилось. Немного крипов получают, но пока с пачки. Но Инженер, кстати, сместился на эту линию, а Мон-Ра Инженер это уже веселей. Инициирующего стана нет, так как, известно, топ-4 Инженера Кегами инициировать не умеют. Ну, тоже правда. Только первым трем дано это. Дополнительная билка. Я тут недавно узнал, что в плохой игре версии 2 у нашего Блэксмита есть Аганим, который дает ему еще один скилл стана. Лол? Ну, вроде как. Вот в Доте 2 Лол где? Да, в Доте 2, да, есть. Представляешь, я думаю, может Инженеру тоже Аганим дает Кега, которая попадает? Таргет его. Она за тебя как смерть с небес летит. Да, анимация будет как у этого Сэра Бензингтона, да, такая? С траекторией такой. А угроза как от ульты артиллерии, я думаю. То есть летит медленно и очень угрожающе. В общем, я не знаю, что сейчас произошло, но вместо того, чтобы выиграть Лес и Мид, они решили только Лес, по-моему, выиграть. Ну, Лес это уже достаточно неплохое преимущество перед оппонентом, поскольку Хеллборн такой радостью как бы не обладает. Ну, Кипер сейчас просто стоит и восхитит крипов как бы с Хаммером. То есть Хаммер делает это, и Кипер делает. Ну, Кипер-то сюда терпеть приходил. А тут друг опа, и так, ух ты. А Кипер, знаешь, там такой, знаешь, молчит сидит. Фейда в опасности, на самом деле, сейчас. Да, причем я думаю, что в критичной опасности. Но мощная кега от Инженера, будет ли? Путыды! Щифраг для Матфеникса. Не знаю, зачем он себя загнал в эти кусты. Ох, кстати, неплохо Перла сориентировал. Очень неплохо сориентировалась Перла. Реально, на опыте. Щиток, правда, если бы... Еще и даби, я... Будет фраг, будет, да, смотри. Я думал, щиток спас. Тут Инженер, будет ли? Будет, будет, будет. Нет, не будет, Лалки. Кстати, рассчитался именно мод Феникс. Должен был он эту тычку сделать раньше. А теперь, возможно, будет беда и для него. Тут Фейда на нем сейчас собирается в 3-й левую лошадь. Да, 3 секунды достану, если не промажет, убьет. Не промажет, я думаю. Все-таки топает. О, хороший промахнулась Фейда! Амунра, отличный сейв. Может, будет продолжать по Перле, возможно. Да, кстати, Перла догорит. Будет беда у Фейды. Если не промахнется, накаркал тут мне блес, смотри. Да, нормальный. Да, был килл для Apple Snow. Я же говорю, то есть, ну, топ-4 игроки тут. Топ-4, да. Ну, на самом деле, хоть веселье немного подогнали, надо в полуфиналах, что уже само по себе весело. Хаммер с баночкой, кипер классический, в общем-то, ничего не покупает. Потом решу, это называется. Я, кстати, вчера так Мидок проиграл. Тоже, думаю, буду фармить с Солрипером. Потом решу, думаю. И смотрю, у меня, против меня стоит, терпит Мараксус, а я Солрипером стою. И так убиваю его, крипов не даю, ничего. И что-то, ничего не покупаю, ничего не покупаю, ничего не покупаю. Потом смотрю, на меня выбегает этот самый Мараксус, шестого левела, только ботинки, банка и ничего. Ни щитка, ни топорика, ничего. Ну, вернее, нет, топор был. И убивает меня с ультой. Я такой, блин, думаю, что же я умер и не смог от него бежать. А потом смотрю, у меня 2-100 денег, и я ничего не купил. Такой, а, ну да, да, пожалуй, да. Закрипался, так скажем. Фейда, есть очень медкое попадание в Стайна Бамунраб. Гега! Идеальная, практически, от Мод Феникса. Я не смог, трипла теперь у нас здесь. С нимфорой, которая, кстати, Фейду обгоняет по левелу. Я так понимаю, нимфора вверху не сильно пригождалась. Тут Пебус вот так сам справляется. Фараон лесной стал. Ну, как справляется? Фараон-то пятый, Пебус четвертый. Ну, кстати, да. Все не так, да? Все не то и все не так. Все не то, да? Не подается никакой логике. Ну, пятый на пятого. Хаммер с деревом, по факту-то... Не, ну, Хаммер обгоняет, кстати, по крип-контролю. У 16, у Кипер 25, у Хаммер Шторман. Ну, то есть за счет банки и станов постоянных, он все-таки как-то кипера подхорошивает. Ну, и МХО, мне кажется, что еще и Тори Блэк слегка просто боится. Да. Ну, тут мид все-таки не для кипера линия. У него тычка-то больше, смотри, на сколько, на 15 практически. Да, ну, я же говорю, линия просто не для кипера, и кипер тут просто, ну, осторожничает, знаешь. Для таких киперов надо просто забыть об инвизии и стоять линию, как вроде у тебя его нет. Как армор себе реген накидывать постоянно. Да, да, просто армор реген, без инвиза какого-либо. Ну, вот смотри, вот он на данному стан, а с руки-то там вообще бьет. С руки-то реально не бьет, да, реально не бьет. По 15. Ну, что, у кипера 12,5 армора. Это просто ищеток, 15 шпи отнимается. 12,5 армора, у кипера это, конечно, совсем. А у хаммера 3. То есть кипер должен выиграть, друзья. Да, да, если он в ответ просто будет ему тычки раздавать, то то же самое будет. Кажется, вешний счет, если будет аж ура от рата, будет ой-ой-ой. Ну, вот шестой уровень ра, конечно, на фитбеле. Это уже сильно. Так быстро его уже не бьют, кто-то летит вниз. Тут может пролететь. Кажется. Кажется, ура есть по фейде, но, пожалуй, фрага не будет. Инженер интересную траекторию выбирает, чтобы под дабл-стан точно уже попасть. Ах, вот оно оказывается, в чем дело, хаммер-то на хосте. Ребята пытаются задавить амун ра, по-моему, зря. Нет, ульту он тут точно, мне кажется, отдаст. Все-таки, ну, да, ульту отдает он. Все-таки ни армора, ни жизни, ничего у него нет. Как бы еще второй раз нет. Мне второй, по идее, не нужно. Хаммер, по-моему, хотел подстопить, но такой ладно не буду. Темп после 100 левела, я думаю, что это будет минус того, рачек. О, входит под инвизом. Минус. Брайз Йоселф. Брайз Йоселф. Классический топ-4 кеги от Инженера. Фейда, поэтому как бы выживает. Ой, Тауэр просто интеллектуальнейший совершенно. Это было интересно. Да лол написал, мурены, это действительно так и есть. Пробегал, никого не трогал, мимо Тауэра бежит. Тауэр бьет себе ра, бьет, бьет. О, темпы слуха, как ульта корабта Дисайпла сработал Тауэр сейчас. Что, слабый пацан бежит рядом, его буду бить. Иногда, кстати, такое бывает, я удивляюсь. Просто без всякой логики скриптов и тогда начинает тебя бить. Аленс, ты накопил, что рассказать уже? Рассказывай. Да, я тут на самом деле под впечатлением. Не, мне очень любопытно, что будет в следующем. Вот сейчас это ра, а что потом? То есть опять ли признер появится или что-то еще, какой-то разрыв шаблона? Я просто вот пропустил небольшой такой этап по турнирам, по пикам и так далее. Я привык, я вот классика жанра, там, Магмус Инженер, всякие там, Моа Пеблз и так далее. Вот, а вот всяких ра и там признеров, для меня это просто диковинка. Я теперь в предвкушении, что будет? Вот вчера несколько игр было с признером, это... Несколько? У меня, я не знаю, у меня турнир G1 Pro просто все игры с признером. Все. Ну, не там, знаешь, не каждая третья, не каждая вторая, а каждая полуторная. То есть из трех игр одна не с признером. Я не знаю, почему его так... Ну, там на самом деле фанат Тенди был в одной из команды. И Тенди, видать, очень любил играть на признере. И хорошо на нем исполнял достаточно, но признер был реально частый гость. Поэтому говорить о том, что вот когда он будет, уже, по-моему, насытились даже этим признером. Слегка. Кстати, тут поправляет нас Казатема, от нас, кастеров, ему большой привет. Пишет, что есть разница играть за первые места, но, по-моему, команды этого не знают. Потому что почему? Потому что в зависимости от того, какое место они здесь займут, будет распределена группа, расписание, сетка и так далее. То есть роль эта сыграет по итогу в Голд Дивизионе. А в какую сторону команда-то... Никто не знает. Никто не знает, но Тема сказал, что это все очень важно. Ну, по крайней мере, по его мнению. Ну, ему-то лучше знать от нам оттуда. То есть что выгоднее, занять первое место и оказаться в группе, там, с Кэтс Итс или Кэтс Итс? Не проигрывать. Это очень смешно. Так смех смехом, а у нас был такой случай. Был, я тоже на прошлой неделе три раза проверил, три раза сработало. И при этом потом в чате, вы себе не представляете, в постигровом чате какой-то, сколько там рыджи. Мы когда на Инте давным-давно с ним играли, был у нас случай, когда в Форсеке Нарчер мы играли. Что-то у нас в Форсеке Нарчер делает Аннилэйшн просто замечательно. Она тащила реальную игру, делает минус пять. Вот. Но я, естественно, обозлился, как бы это был мой Аннилэйшн. И с сарказмом он Волт Кик прожал. Вот. А старый Волт Кик-то можно было сделать. Конечно, можно. Я за ним так скучаю. Амунрав, есть троих! Он с ультой, в принципе, ничего не боится. Ему бы реально накидка не помешала. Вот, собственно, она. А на мидлайне, тем временем, Хаммер с Темпосом забрали кипера, которому, как я уже и говорил, неудобно стоять на миде. Здесь просто далеко бежать до деревьев. Вот как ни крути. И на этот инвиз лучше не рассчитывать. Нужно вести себя просто осторожнее. Хаммер с Темпосом снесут снова Тауэр. И команда Легиона, к слову, не то, чтобы сильно много. Две с половиной тысячи голды отчасти уже 4 тысячи голды выигрывает, но при этом почти 6 тысячи кспы, что вообще огромный отрыв. Это девятый Хаммер и два восьмых, три восьмых в команде. Это, конечно, круто. Ну вот пару раз на боте зафелили, и все. И там, амунрав просто шестой, и начинается бег в огне. А демо же тупо сейчас нету, чтобы его убить. Ну, и, кстати, по поводу кика и прочего, конечно, вот это хождение по лезвию бритвы, это всегда очень весело. И мы тоже очень, раньше, любили, типа, завоутать консид, и четвером провоутить, и ждать решения. Когда мы играем, например, 4 стаком. И мы такие, воут консид на 15 минуте, при том, что мы выигрываем сильно. Четвером прожмем, ес, и ждем решения нашего неизвестного пацана. И, знаешь, такое немного ощущение рулеточки-то есть? А, русской. Ну, вот это просто само по себе немного весело, когда исход игры не сильно важен, когда, там, играешь за плюс 1 ММР, например, или плюс 0-1, это вообще же самая любимая цифра. И вот, и тогда такой, и сидишь, ждешь, так, будет, не будет, будет, не будет. Это всегда очень весело. Также и с киком всегда очень. У нас тоже был, мы помню, когда-то давно, еще несколько лет назад, рейнджеру хотели 100 кд сделать. И, как бы, ну, очередную, там, там, десятую какую-то игру, он играет мейджбэйном, типа, там, 21-0, и мы такие, типа, воуткик, и мы втроем воутаем, ес, и с той стороны, конечно же, вся команда воутает тоже. Ну, и, собственно, готово. Минус мейджбэйн слита игра. Ну, кстати, 100 кд не получилось, но, типа, там, 60 получилось. Хорошая драка, кстати, очень от Хеллборна. Ребята неплохо раскастовал Бэбл сейчас, но я думаю, что Хаммер с остальными покажут, что, на самом деле, как нужно. У Хаммера уже очень много дэмэджа, проблематичные до сих пор ребята. Темпы, кстати, где-то варил, но я не заметил, где. Но это было явно не здесь где-то. Но умрет, похоже, только Инженер. Да, всех убьют. Ну, а тут неплохо, хорошо. Просто Бэблесов и, да, раскрылись в одного Инженера. В этот ЖЕР открылись вдвоем, да. И, кстати, это квадкил для Амунра. Да, Нигилишн немножечко, одним килом он не дотянулся. Хотя, Нимфора, если бы сейчас прилетела на ТП-шке, кстати, это вполне мог бы быть Аннигилишн. Два раза он бы ее убил. Опять я наблюдаю странную ситуацию. Парня, стоящего, собственно, в изи-лайне и с упорщища своего Пеблеса. Без ничего. Кстати, да. То есть, ну, он там банально на первом трипл стаке должен был себе поднять. Ну да, на отводах он должен был получать ботинки и лвла, и, в принципе, уже должен был быть с ботинками и с лвлами, а он с самого лвл. Он должен был седьмого уровня быть. И с ботинком, как минимум. А нет ничего, как будто он там, я не знаю, hardline стоял. Странно, или что, он без вардов пришел, то есть ему завардили, а он вардить, к лицу уроки, он прогуливал. Прогуливал. Ну, при этом тут массовый фарм, ничего не происходит. Кстати, говоря, аторговар... Как массовый фарм, 9 тысяч проигрывают. Массовый с одной стороны. Аддорно довольно странно видеть отсутствие такой вардов постоянно. То есть у них прошлая игра была первая, они еще психанули из-за этого. Так, там на миде, вроде, в кого-то въехали. В хамер шторм, который очень быстро свалился. Камеры умеры, а вверху пытаются забрать кипера, и, кстати, заберут. Или нет, или нет. Это ботинок Ньюфори прилетел теперь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я ДНД забыл поставить. Моржикам еще так лояльно. Он написал LF Scream. Обычно он сразу вспоминает, кого и зачем. Моржик вообще он маленький, но при этом очень матюкливый. Ну, в общем, Дорны как раз, да, момент по поводу вардов. В прошлой игре они сделали такую штуку, что просто против Тимпеста они завардили все споты нейтралов. Абсолютно все оставили. Один там самый желтенький, простой, и все. То есть странно, что в этой игре они как-то вот сдулись с вардами. То есть у них вот по вардингу было все очень хорошо в прошлый раз. И даже сейчас странно, что... Я думаю, что просто слишком обильное веселье на нижней линии отвлекло нас посмотреть, что там вверху у Пебуса происходило. Но мы-то знаем, что у него ПК, причем достаточно ранен. Для Изилайна это вполне логично. Но что делала Нимфора, мы так и не поняли. Потому что на третьем левеле, на третьем левеле она прилетела вниз. И, собственно, из-за этого часть, наверное, и повредила ее фору. Ну, она на трипле боялась, наверное, за своих тиммейтов. И на седьмом левеле действительно хил у нее на три. И на хил, конечно, профитный спелл такой. Разницу создает большую. Да, он достаточно хороший, но раньше он был веселее. И значительно больше. Он значительно больше хилял. Именно сейчас, если я не ошибаюсь, он 200 с чем-то. Ну, на 120 меньше. А раньше было 380. 360. 360, да. Вот, это было, конечно, сумасшедливо. И причем он же открывался дольше. Ну, может, прилетели все на топ, сейчас будет драка. Фейда, вскрытие. Ее должны были увидеть, увидели. И она не смогла вскрыться по темпусу. По нему вскрылся. Пеблз, Пеблз, раскастывал темпуса. И достаточно быстро его снес. Хотя... Я не понял, что там каталась ульта темпуса без темпуса. По графике, в общем, было похоже. Ну, на самом деле, Фейда и Нимфора уже погибли. По Пеблзу пока что не получилось. Пеблз, по-моему... Да, по ворду пошел. Ра, не смог его бахнуть. Кстати, его подстопил тактический хаммер. Но Легион поубивает. Ура, не потраченная ульта. В принципе, он может сейчас рисковать сколько угодно. И даже Кипера, может быть, смогли бы догнать. Нет. Аж Ура не в ту сторону. Без разницы. Ну, Ра просто бегает пассивкой. Горит, чтобы попробовать найти Кипера. Но Кипер уже, в принципе, сбежал неплохо. 15-5 выиграет команда Мека. При этом это уже 11-500. Преимущество по золоту. Огромное количество. Сейчас этим Тауэром станет еще больше. Бахнул, кстати, по Киперу. Но Кипер уже на Ригене свезал. Ну, Ра, на самом деле, уже арморные ботинки. Хоббл и Шаманка. Как это убивать, я, честно говоря, пока даже и не пойму. Кстати, там же поменяли Шаманку. Шаманка теперь больше дает Хобберегена. Ну, как бы там абсурд был, что она делалась из арморного. Из арморного шлема. А этот армор, где он потом? Поэтому сейчас более... Ну, армор типа в Magic уходит армор. Типа такая была идея. Ну, собственно, я очень любил шлем. Если собирал кем-то Шаманку, я очень любил бегать шлемом, потому что он дает армор и Хобберегена. Не, ну, кольцо-то дает Ригена 5. Ну, шлем 3. Ну, и 2 армора еще. 3, не 5. Ну, 3, конечно, не 5, но шлем мне нравится всегда больше. Почему-то. Почему-то, почему-то. Потому что армор многие не дают. Он и дороже. 950. Да, он и дороже. И я чувствовал себя как бы сразу еще и богатым, не только. Заарморенным и нахоберегененным. А? Ну, возвращайся. Не, на самом деле, если бы Шаманка давала армор, имбовый айтем был бы. 5, да? То было бы... Хотя бы 3. Хотя бы 3. Сейчас такими темпами сделаю так, что Шаманка перестанет давать армор. Ну, или так. Или так. А что ты да будет давать? Ну, кстати, Шлем же собирается в Хелм, а Хелм тоже... Нет, он дает армор. Нет, дает. 5 причем дает достаточно. Ой, хороший даблстан хаммера. Фейда. Фейда. Ой. Топ-4 опять стали. Да нет, станы вообще-то просто лучшие. Фейда понимает, что ее бьют Энжоу и Крим. О! Кстати, нормально. Смотри, что происходит. Я реально по темноте очень неплохо катают Фейду. Фараон, сейчас включи первую... Ну, включи же! Если бы сейчас еще поймал в Мумии, я бы плакал, серьезно. Фейда забрала даблдемодж, побежала уже, вскрытая с ульты. Ребята попробуют ее продолжить, но не самый удачный блин. Ракета пролетала, но не спалила Фейду. Почти получилось, но по итогу... Ну, как Жукер. Все всем повармахивались, в принципе. Кипер выжил. Фейда тоже выжила. А кто-то купил... А, Ра! Ра, выход на МОК, и это уже с World of High. Так, может, себе с 500 гпм позволить. Да, неплохо, кстати. Керри-то Фолсмолф. Прикольно, этот аватар изменился в ультимейт. Такой весь золотой. Позолотел. Это из чем, интересно? Ну, наверное, это... Ну, Сакрит. Если с Хоблой, Шаманкой. Ну, Сакрит он еще не одел. Я думаю, Хоблой, Шаманка, да, по-любому. Что-то из этого. Он смешно обгорает, когда запускает первый скил. Я за ним тут вблизи смотрю. Тоже вот с Иншентом... Тут сделали Мэджик Армор такое. Ра, кстати, их теперь так долго пилит. Да, любые Мэджик... Не знаю, зачем, на самом деле. Иншенты это дополнительный бонус. Голды, я считаю, должны быть. А так, что их сложно убивать. Хорошую парочку киллов для Легиона. Отлично ездит Хаммершторма. И с командой они вместе продолжили. Амун Ра дофармливает свою моку. А тем временем команда ему в этом помогает. Делала киллы и, возможно, пронесущая Т2 Тауэр на нижней линии. Ну, тут у Фараона, у Светфидера больше, чем у ихнего... Трифармящего первого. Или так. Или так, собственно. Есть несколько вариантов выхода. Не, ну, на самом деле, честно говоря, конечно, тащить здесь Дорном было бы... Я, кстати, им победу поставил, только я молодец. Тащить Дорном было бы нелегко. Действительно, как ни крути, уже Мека сильно вырвалась вперед. Тем более, это Темпост, Хаммер и 500 ГПМ на Ира. Ну, как бы, против такого противостоять реально супер нелегко. Мека одержала победу в первой встрече. Но это Best of 3. То есть, еще как минимум одну, а может быть, даже и две игры нас еще обязательно эти команды порадуют. Ну, кстати, то, что они не ощущают сильно большой необходимости побеждать, ну, придает некоторого, я бы сказал, перчинки, да, к игре. Немножечко интереса добавляет. Чисто в том смысле, что ребята могут позволить себе дурачиться. Ну, конечно, промахи станами, кстати, в этот список не входят. Поэтому это лично профессионализм, я бы сказал, игровой. Позволяет промахиваться станов в столь опасных ситуациях. Ну, посмотрим. Скоро-скоро мы продолжим со следующей игрой этих же ребят. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok